Всем привет! Давно у нас не было цветочных украшений и в этом мастер-классе я хочу вам показать еще один вариант сборки пионов. Здесь будет необычная тонировка и мы с вами оформим цветы в серьги. Серьги будут крупные, но в то же время невесомые. Итак, в качестве основного оттенка нам понадобится полимерная глина из серии Cernit No.1 027 номер. Это самый чистый белый оттенок без всяких либо примесей и эффектов. Здесь мы его раскатываем на толщине приблизительно 1 мм. Дальше берем и вырезаем заготовки каттером. Я внизу под видео оставлю ссылочки, где я приобретала вайнеры и каттеры. Можно купить набором как раз для пиона. Там и листочек будет вайнер, и каттеры, и вайнер для лепестков, чтобы придать им красивую фактуру. Нарезаем лепесточки. Здесь они уже идут такие вот с зубчатым краем, но каждый край нам нужно доработать. И на ладошке нужно будет растянуть эти зубчики и сделать их максимально тонкими. Делаем это с помощью стека с шариком. Дальше берем вайнер и убираем отпечатки пальцев, которые у нас остались, неровности. Придаем красивую фактуру каждому лепестку. И не забываем стекам придать изгиб. Но когда мы придаем изгиб, мы очень нежно давим на стек. Мы очень плавно его ведем по руке, для того, чтобы не убить фактуру, которую мы только что придали вайнерам. Видите, лепестки у меня в двух размерах, маленькие и чуть-чуть покрупнее. А в наборе катары в пяти размерах. Итак, сейчас я делаю две заготовки. Это две капельки. Я стараюсь делать их одинаковые, потому что мы будем с вами пытаться получить максимально одинаковые симметричные серьги. И вокруг первой капельки я укладываю, вокруг острия первой капельки, я укладываю три лепестка друг за другом, так, чтобы они полностью закрыли капельку. Вы видите, у меня здесь обычная вода стоит. Я обмакнула тоненькую кисточку в воду, дальше обмакнула ее в пастель, прям так обильненько промазала пастелью, скажем. И тоненькие полосочки, тоненькие линии рисую на поверхности лепестков, причем делаю это в хаотичном порядке. Где-то полосок чуть больше, где-то вообще на лепестке может их не быть. И начинаю укладывать третий ряд. Лепестки третьего ряда укладываются в шахматном порядке по отношению к лепесткам первого ряда, то есть в промежуточках. Также, как видите, лепестки второго ряда огибают у нас капельку, они закрывают, чуть-чуть виден первый ряд лепестков. И также обмакнув кисточку в воду, и затем в пастель мы наносим тонкие яркие полоски на поверхности лепестков. Откладываю этот цветочек и приступаю ко второму. То есть вы сделали два ряда на одном бутончике, и сразу приступаете к формированию двух рядов на второй капельке. Так у вас получится две одинаковых сережки, и диаметр цветков у вас будет совпадать, и количество лепестков у вас также будет совпадать. Когда ряды будут расширяться, и будет больше количества лепестков в ряду, вот допустим, как здесь, тогда вы укладываете один ряд и переходите ко второму цветку. Дальше третий, четвертый ряд мы укладываем в хаотичном таком порядке. Здесь уже будет по четыре, по пять лепестков. Здесь на стыках мы не укладываем, а ведем их как бы друг за другом где-то на небольшом расстоянии. Смотрите, какие-то лепестки у меня огибают каплю, а какие-то у меня вообще наизнанку крепятся, то есть вывернуты в противоположную сторону. Также не забываем прокрасить пастелью, сделать яркие красные полоски, бордовые полоски тоже красиво смотрятся, темно-вишневые, на поверхности лепестков. То есть по краю лепестка, от края мы к центру такими резкими рывками ведем линии. Продолжаем формировать цветочки, не забываем, когда мы один ряд сделали, мы вернулись ко второй сережке, ко второму цветку. И дальше продолжаем уже формировать второй цветок, чтобы не сбиться сколько у нас рядов было и какое количество лепестков было в предыдущем цветке. Сейчас я укладываю только маленькие. Пышность цветка, все зависит от вашего настроения, вашего желания, вашего видения этого цветка. Лепестки маленькие мы укладываем как вовнутрь, так и снаружи. То есть он может огибать у вас капельку, а может наоборот от капельки отклоняться в другую сторону. Наполненность цветка, внутренность из маленьких лепестков, все на ваше усмотрение. Не забывайте тонировать. А вот нижний ряд, когда вы видите, что уже все, вы довольны внутренностью цветка, нижний ряд здесь мы используем более крупные лепестки. И вы их в данном случае можете не тонировать. То есть самый последний ряд, нижний, не тонируйте, оставляйте чисто белым. Вот здесь вот я друг за другом укладываю более крупные лепестки. Последний ряд, они уже идут друг за другом. То есть здесь нет такого хаотичного порядка. Они идут друг за другом и последний лепесток подкладывается под первый. И как бы ряд этот крупный замыкается. Еще раз повторю, что нижний ряд я не тонирую лепестки. Оставляю белыми. И теперь нам нужно аккуратненько срезать, чтобы изнанка у цветка была максимально ровной, чтобы он не выпирал. Так прям вплотную подрежьте. И на данном этапе цветы желательно поставить запекать, чтобы их не смять. Все, отправляем на запекание и с вами делаем листочки. Здесь можно использовать глину из серии номер 1, это 645 номер, оливковый. Также раскатать на толщине в 1 мм. И в наборе вот идут такие каттеры для листочков. Они там тоже идут разные. Вырезаем и тройной, и одинарный. Естественно, что листочки мы также дорабатываем на ладошки. Дорабатываем их по краю. Край у листочков делаем максимально тонкий. Тогда они более натурально будут смотреться. Перекладываем вайнер, который также идет в наборе. И придаем фактуру. Наши листочки должны быть также с красивой фактурой. Мы убираем отпечатки пальцев, какие-то неровности, которые могли у нас в процессе раскатки получиться. И не забывайте, конечно, о том, что нужно будет еще и по краю тонировать. В данном случае можно той же красной пастелью тонировать листочки. Только с лицевой стороны тонируйте. Я же взяла темно-зеленую пастель. И с одной стороны только затонировала наши листики. Потому что другая сторона будет касаться акуху. И в принципе там пастель не нужна. Никто ее видеть не будет. И в то же время зачем, чтобы пастелька пачкала кожу или еще что-то. На один цветок нам понадобится 2 тройных и 3 одинарных листочка. Еще взяла катер вот такой круглой формы. Сделала такие маленькие кружочки заготовки. И между этими кружочками я сейчас буду прятать пин, вернее его петельку. Спрятали петельку в один кружочек. Прям вдавили. Немножечко жидкой пластики туда нанесу. И вторым шариком зеленым кружочком накрою. Закрыла петельку, зафиксировала. Эту петельку мы с обратной стороны цветка фиксируем. Приклеиваем. Предварительно промажьте обратную сторону жидкой пластикой. И показываю, как выглядит изнанка у второго цветка. И дальше мы также размещаем листочки. Стираемся разместить их точно так же, как у нас, чтобы симметрично было на первой сережке. То есть оформите изнанку у одной сережки сначала. И потом уже согласно тому, как выглядит изнанка этой сережки готовой, оформите изнанку и на втором цветке. Обязательно промажьте жидкой пластикой, потому что свежая глина с запеченной соединяется и держится очень крепко, если вы использовали для состыковки жидкую пластику. Закрываю полностью изнанку. Где-то листочки будут короткими, я их подрезаю. Где-то они будут длинными. И с обратной стороны, когда вы будете смотреть на цветочек, их будет видно. Где-то помогаю стеком, еще сглаживая. И в принципе все. Наши сережки готовы отправляться в духовой шкаф на второе запекание. Мы каждый раз выдерживаем полный цикл запекания. И после обжига нам с вами останется скрутить из стержня пина, то есть срезать его, он длинный, и скрутить петельку, в которой и закрепить красивую швензу. И наши серьги с пионами с вами готовы. Надеюсь, что этот урок вам понравился. Он будет полезен, информативен и поможет в вашем творчестве. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.